Мальчику Ване очень понравилась его одноклассница Оля. Он водил ее на прогулки, дарил ей цветы, водил в кинотеатр и еще множество мест, но Ваня не получал ничего взамен. Оле было пофиг на Ваню, она его не замечала и использовала. Вообще у Вани были проблемы с девушками, никто не хотел с ним знакомиться и никто не хотел стать его девушкой. Другие же дела обстоят у его друга Виктора. Виктор профессионально занимается плаванием, он хочет стать чемпионом. У него есть большая цель и, честно говоря, с девушками у него проблем точно нет. Они ходят за ним толпами и буквально каждая хочет, чтобы он был с ней. Виктор и Ваня это две противоположности, но в чем же разница? Это мы и разберем в сегодняшнем ролике. Как сделать так, чтобы девушки бегали за вами? Чтобы вы навсегда забыли про проблему женского внимания и они окружали вас просто толпами? Это тема сегодняшнего видео. Начинаем. Я начну с немножечко предыстории таких биологических корней. Раньше, когда были еще мамонты, когда динозавры бегали по улице, мужчина это был альфа-самец. Он был добытчик, он был сильный, он обеспечивал свою семью, он кормил свою семью, ребенка, жену. И это сформировалось в подсознании женщин, что мужчина ассоциируется с защитой, мужчина ассоциируется с достатком, с безопасностью. Мужчина это еда, ну в плане, что он добывает еду, да? И что же мы видим в последние буквально 10-20 лет? Мужчины утеряли это свойство. Мужчины стали мягкие. Вы заметьте, просто посмотрите вокруг, посмотрите на тикток. Мужчины стали мягкие. Мужчины стали более женственные. Одуванчики. Они такие все солнечные, такие милые. Губки. Блять, ебаные губки. Они не мужчины. Это не мужчины. Это просто женщина в мужском теле. То есть, опять-таки, женщина это был дом. Это был оберег. Это было тепло. Это обеспечение мужчины таким, знаете, вниманием. Посмотрите на мужчин. Они, блять, ведут себя как женщины. Они ведут себя как просто такие мягкие губки и тюбики. И это первая причина, почему вы не пользуетесь популярностью у женщин. Перестаньте быть мягкой губкой. Станьте настоящим мужчиной. Станьте стойким, уверенным в себе мужчиной, который может защитить девушку. Который может принести ей деньги. Девушка должна понимать, что она под защитой. Что ее ребенок под защитой. А она не будет чувствовать себя под защитой с губкой. Она не будет себя чувствовать под защитой с вот этим вот ангелочком и цветочком. Станьте настоящим воином. Станьте настоящим самураем и мужчиной. Это первый пункт. Второй и очень важный пункт, поймите это, девушки выбирают приоритетных. Да, черт возьми. Девушки это отличный инвестор. Они думают наперед. Они думают на 5, 10, 15 лет вперед. Кто будет где через 10 лет. И они понимают, они понимают, что парень, который одержим этой девушкой. Который всю свою жизнь, всю свою энергию направляет на девушку. Он будет никем. Он будет так же просто жить девушками и думать только о них, но у него-то ничего не будет. Понимаете? Потому что у него нет цели, у него нет задач. Он никуда не двигается. Он живет исключительно ради противоположного пола. И девушки на своем инвесторском разуме, на своем подсознании, они понимают, что такой олух мне не нужен. За кем бегают девушки и почему? Девушки бегают за уверенными парнями. Девушки бегают за парнями, у которых есть своя цель. У которых есть свои задачи. Которым они двигаются. Девушки бегают к парням, в жизни которых они занимают не первое место. Первое место это задача. Первое место это цель. А девушка это как такое дополнение, как второй план. Они не будут никогда встречаться на серьезных отношениях. Да, я не говорю про какой-то перепихон и быстрее там 2-3 месяца отношения. Возможно. Но они уйдут от вас. Они уйдут от вас к настоящему мужчине. Они будут строить серьезные отношения лишь с мужчиной, у которого есть свои цели. У которого есть свои жизненные принципы и которым он действительно серьезно идет. Но если вы говорите про нормальных девушек, которых вы хотите, я уверен, что вы не хотите жаб подзаборных, блять, которые будут любого брать. Я уверен, что вы хотите красоток с длинными ногами и с широкими глазами. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот именно такие, которых вы хотите, которых вы хотите, они будут бегать только за настоящими мужчинами с целями. Еще раз я вам повторю. Девушка не будет бегать за мальчиком. Мальчиком. Вдумайтесь, слово мальчик. Мальчиком, вот таким бесхребетным, никем, который живет только этой девушкой и восхваляет только эту девушку. Она богиня для него. Она понимает. Эта девушка понимает, что пройдет год. После того, как этот мальчик достигнет ее, да, все они вместе, он переключится на другую. Это тоже очень важный принцип. Потому что у этого мальчика нет больше ничего в жизни, кроме девушек. В плане, что он думает только про них. И достигнув одну, ему становится скучно. Ну все, он достиг ее. Он переключится на другую. И она останется просто ни с чем. Она останется с корытом. Другой же вариант, это выбрать парня, мужчину. Я даже так скажу, мужчину настоящего. У которого есть свои цели. У которого есть свои задачи. Которым он движется. Который будет любить девушку. Это важно. Он будет ее любить. Потому что он понимает, что это тоже для него приоритет. Он понимает, что в будущем будет ему же тоже хорошо. Если он выберет девушку, которая ему действительно нужна. Поймите, парень, у которого есть свои цели. Он будет любить. Он будет оберегать. Он будет защищать. Он будет обеспечивать девушку. И конечно же, он приоритетнее, чем тюбик за партой. Друзья, всем спасибо за просмотр. Пишите, что вы думаете по поводу этого ролика в комментарии. Пишите, на какие идеи вы хотите, чтобы я еще снял ролик. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok